Воздушные, полные нежного крема пирожные. Что еще надо для полноценного чаепития? Разве что немного шоколадной глазури. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Я вам уже жаловался вот в этом ролике. Если не посмотрели, обязательно сейчас щелкните и посмотрите. Ну а те, кто смотрит на планшетах, зайдите в описании видео. Там обалденные, вкусные и очень простые овсяные печенья. Так вот, в этом ролике я жаловался, что в периоды, когда я обрабатываю снятый материал, я сутки напролет провожу за компом и испытываю такое чувство голода. И вот в эти дни я это чувство голода заедаю какими-то небольшими печеньками, сладостями. Так вот, сегодня я вам хочу показать очень простой и очень быстрый рецепт классных пирожных. Речь пойдет о французских профитролях. Вообще, сначала я не хотел снимать этот ролик, потому что думаю, ну чего показывать эти профитроли? Что, вы заварного чесла, что ли, никогда не видели? Или, может быть, заварного крема не знаете? Ну, все знают. А потом подумал, я за последние две недели готовил профитроли раз, наверное, пять, если не шесть. Думаю, времени у меня мало, работы много. И я за эти дни пять или шесть раз приготовил профитроли. То есть я оценил время, которое у меня уходит на эту подготовку и думаю, надо вам показать. Если хотя бы 10-15 человек пристрастятся к выпечке, я буду рад. Несмотря на кажущуюся замороченность сегодняшнего рецепта, готовится все очень быстро. Настолько быстро, что можно их готовить хоть каждый день после работы. А если еще крема для них наготовить с запасом, он прекрасно хранится в холодильнике, то вообще красота. Пройдем на рабочее место, все расскажу и покажу. Что такое профитроли? Это маленькое, обычно меньше 4 сантиметра в диаметре, пирожное из заварного теста. Название профитроли произошло от слова «профит», что значит «выгодный». Бережливость, если не сказать скупость французов, это притча во языцах. Профитроли могут быть как со сладкой начинкой, десертной, так и с несладкой. С мясом, с грибами. В таком виде их можно подать к бульону. Несмотря на то, что сейчас профитроли готовят по всему миру, блюдо все-таки изначально французское. Поэтому в рецептуре и на тесто, и на крем я придерживаюсь рекомендаций одной из самых известных в мире гулинарных школ, французской Le Gordon Blue. Не старайтесь разглядеть на экране компьютера все циферки. Всю рецептуру я в описании видео указываю. Соль и сахар по чайной ложке, без горки. Обратите внимание, если я в рецепте указываю чайная ложка соли, то значит и нужно взять чайную ложку, аккуратно снять с нее всю горку, чтобы получилась именно чайная ложка, а не чайная ложка с гаком. Воду с маслом надо вскипятить. Если же рецепт точных пропорций не подразумевает, то я их и не указываю обычно. В случае работы с тестом я стараюсь приезживаться точных пропорций. Отлично, все вскипело. Теперь добавляю муку. Просеивать не обязательно, но просеянное размешивается до однородного состояния быстрее. А теперь важный момент. Тесто у нас заварное. Надо эту муку заварить. Я ее высыпал в только что закипевшую воду и теперь вымешиваю при среднем нагреве. Вымешивать надо, пока тесто не соберется в однородный безвязьий шар, а со дна кастрюльки не начнет раздаваться такое легкое шипение. Смотрите, чтобы не пригорело. И используйте посуду с толстым дном. У меня на такой прогрев и вымешивание уходит минуты 3-4. Теперь выключаю нагрев и еще минуту вымешиваю, чтобы дно кастрюли немного остыло и я мог начать добавлять яйца. Вымешивать удобнее всего деревянной либо силиконовой лопаткой. Ну, по крайней мере, мне удобнее. Яйца добавляю по одному и пока добавленное полностью не смешалось с тестом, следующее не добавляю. Не спешите, все равно за 5 минут полностью управитесь. И последнее. Всего на указанной в описании ролика объем уходит 4 яйца. Внимание! Яйца продаются разные. Я указал пропорции с водой, мукой, солью, сахаром для яиц среднего размера. В наших краях средние это те, которые весят 55-60 грамм. Если у вас другие, скорректируйте объем муки, воды, чтобы не просоволоситься. Ну вот, тесто готово. Смотрите, какое оно красивое. Я раньше выкладывал тесто на противень обычной ложкой и прекрасно справлялся. Но затем мне как-то захотелось приготовить эклеры. Эклеры готовятся из такого же заварного теста. Но по форме они не маленькие, как профитроли круглые, а вытянутые, длинненькие. И вот заполнять кремом такие длинные пирожные без кондитерского мешка для меня оказалось сущим мучением. Я в конце концов пошел и купил. Да я знаю, что вы мне скажете. Вот в этом ролике я вам говорил, что делаю кондитерский мешок из обычной бумаги для выпечки. Но, друзья мои, в том-то и дело, что осадить тесто на противень прекрасно можно и бумажным самодельным мешком. Таким же бумажным мешком или сделанным из полиэтиленового пакета можно и кремом профитроли заполнить. Но эклеры длинные. И для того, чтобы они равномерно по всему объему, по всей длине заполнились кремом, носик у мешка должен быть твердый, металлический или пластмассовый и длинный. О как! Глаз-алмаз. Последние капли теста как раз на последнее пирожное. Я тут несколько раз подряд фотки своей выпечки в Инстаграме выкладывал. И одна из зрительниц мне подсказала. Вот эти торчащие хвостики можно мокрым пальцем сгладить. Я раньше не сглаживал, и они в духовке у меня слегка подгорали. Отличный метод. Век живи, век учись. Выпекаются профитроли в духовке, разогретой до 200 градусов по Цельсию, 20-25 минут. Зависит и от реальной температуры в духовке, и от размера пирожных. Следите за их внешним видом. Как зарумянились, как следует. Они вот так вот поднимутся. Значит, готовы. Пока профитроли выпекаются, приготовлю крем. Для этого возьму 600 граммов молока и доведу до кипения. Мне надо его ароматизировать ванилью. У меня на молотов порошке. Вы можете использовать стручок натуральный, или ванильный сахар, или даже ванилин. Пока молоко греется, отделю 6 желтков. Заварных кремов величайшее множество. Я вам показываю классический кондитерский заварной крем по версии Le Corneau Blue. В начале ролика я упоминал об этом, кажется? Какой именно крем использовать в качестве начинки? Это вопрос ваших вкусовых пристрастий. Это могут быть взбитые сливки. Это может быть масляный заварной крем. Начну взбивать желтки. Профитроли, в конце концов, можно вообще не кремом наполнять, а вареньем или муссом из свежей ягоды. Измельчили ягоду блендером. Добавили сахара по вкусу. Добавили йогурт или сметаны. И вот вам отличная начинка. Пора добавить сахарной пудры. Можно, конечно, вместо сахарной пудры и мелкий сахар использовать. Но с пудрой гораздо проще желтки взбиваются. Их, собственно, не надо в пену взбивать, а довести до светло-желтого цвета. Вот такого. Как только посветлели ваши желтки, можно добавлять муку. Что касается муки. Можно использовать только пшеничную. Можно половину пшеничной, половину кукурузной. Можно часть муки крахмалом заменить. Про молоко не забываем. Смотрите, закипает. Пора добавлять его к желткам. Напоминаю, что именно молоко в желтки добавляем, а не желтки в молоко. Иначе первые порции желтка, попавшего в кипящее молоко, могут попросту свариться. А когда молоко по частям в желтки попадает, то они нагреваются постепенно и не сварятся. В сегодняшнем случае мы крем используем только в качестве начинки. А значит, не важно, какой он там вид имеет. Будет он форму держать или нет. И можно ли из такого крема украшение на торте делать. Поэтому любой вариант годится. Я имею в виду любая комбинация из муки, крахмала, кукурузной муки. Отлично, крем уже начал густеть. Но теперь его нужно прогреть на слабом огне. Тогда он очень сильно загустеет. Возвращаю его в сотейник. Нагрев можно установить сейчас средний. Но обязательно интенсивно перемешивать. Иначе у дна яйца могут свариться, свернуться и крем будет испорчен. Поэтому не ленитесь энергично работать венчиком. И вот, смотрите, прямо на глазах он загустел. Нагрев можно выключать. А вот венчиком еще некоторое время надо поработать. Чтобы теплота, которая сохранилась в толстом дне сотейника, перераспределилась в креме. Смотрите, какая красота! Переложу его обратно в стеклянную посуду. В таком виде он может храниться в холодильнике неделю. Только вот, чтобы не заветривался, надо накрыть его пленкой. И пленку вот так прижать к поверхности крема. Другой способ – намазать поверхность крема сливочным маслом. Ну, это если вас не смущает лишняя жирность в креме. Кстати, пирожные уже готовы. Надо вытаскивать. Смотрите, какая красота! Внимание! Очень важный момент. Сразу же, пока профитроли горячие, проткните каждое пирожное ножом. Проделайте отверстие миллиметров 5 в диаметре. Иначе при остывании, если отверстий не будет, горячий воздух внутри этих пустых шариков сожмется. И ваше пирожное сплющится. Пока они остывают, приготовлю простейшую шоколадную глазурь. В сотейник выкладываю кусочки черного горького шоколада и начну нагревать его на слабом огне. Тут дело тонкое. Если шоколад перегреть, то он может кристаллизоваться. И гладким блестящим он уже не будет. Поэтому, если не уверены в равномерности нагрева вашей плиты, вашей кастрюли, то лучше заниматься этим на водяной бане. У меня сотейник с очень толстым дном. Плита индукционная нагревает все равномерно. Поэтому я возиться с водяной баней не буду. А вот теперь понемногу добавляю 20% сливки. Чтобы смягчить вкус глазури. И еще немного сахара. Так, что тут получается? Очень хорошо. Пожалуй, добавлю немного лимонного сока. Хочется чего-то такого цитрусового. Вот так, думаю, будет отлично. А теперь переложу глазурь в пластиковую бутылочку. Так и хранить удобнее, и украшать подручнее. Пора заполнить профитроли кремом. И раз уж у меня есть кондитерский мешок, им воспользуюсь. А вот пока мешка не было, я просто надрезал каждое пирожное ножом. И заполнял его кремом при помощи чайной ложки. И вполне нормально получалось. Заполняем. И готово. Какие же они красивые. Верно? Может быть, конечно, крупноватые. Тут не 4 см, а все 6. Есть, но у меня профитроли не экономно-французские. А от всей широкой русской души. Последние стрихи. Шоколад. Может, было бы, конечно, обмакнуть каждое пирожное. Но мне больше по вкусу вот такой вариант. Давайте пробовать, что у нас получилось. Интересно. Так. Отличная текстура. Нежный, гладкий такой крем. На сегодня это все. Понравилось? Сами догадаетесь. Новые зрители. Не забудьте подписаться. А то потом потеряетесь, расстроитесь. Обязательно загляните в описание видео. Там, во-первых, полный перечень продуктов с граммовками. А во-вторых, ссылки на Инстаграм, на РЖ, на ВКонтакте. В Инстаграме фотографии тех блюд, которые я еще не успел приготовить, на камеру. В ВКонтакте можно задать вопросы. А то многие из вас почему-то задают вопросы в Ютубе, видимо, из Гугла+. Таким образом, что даже ответить там не могу. Не появляется кнопочка «Ответить». Спасибо за компанию. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин